Здравствуйте! В эфире программа «Азбук и потребители» с вами Мария Бодрова. Сегодня говорим о договоре социального найма. Что это такое, как его возможно расторгнуть и какие есть тонкости в законодательстве? Разберемся по буквам. Инициатором заключения договора социального найма является наниматель с одной стороны, с другой – наймодатель. Что касается вселения, то есть если, допустим, мы говорим о родственниках супруги, родителей, дети, то наниматель может вселить в данное жилое помещение с согласием других членов семьи, в том числе временно отсутствующих, даже если вселение этих лиц повлечет уменьшение площади ниже установленной. То есть если они даже после этого будут нуждающимся в улучшении жилищных условий, это пожалуйста. Если мы говорим о том, что вселяются другие родственники, не относящиеся к супругам, к детям, к родителям, то в данном случае наймодатель может отказать во вселении в связи с тем, что уменьшается учетная норма жилой площади на одного человека. В этом случае отказ наймодателя можно оспорить в суде. Если другие члены семьи не дают разрешения на вселение членов семьи нанимателя, то этот отказ оспорить невозможно. Поскольку он в принципе не может быть законом или незаконом, предусмотрено, что должно быть письменное согласие. Но если его нет, то оспорить его невозможно. Это уже аксиома, но это не касается несовершеннолетних членов семьи. Поскольку несовершеннолетний не может реализовать свои права, то есть выбрать, где он будет проживать в силу несовершеннолетия, то считается, что выселить его до совершеннолетия нереально вообще. Даже если он и не проживал там никогда и не вселялся, то есть формально зарегистрирован и все на этом. В этом случае закон и судебная практика исходят из того, что поскольку родители определили своим соглашением, что ребенок вселен туда по согласию одного из родителей, плюс ни бабушка, ни дедушка не возражали, то они являются членами семьи. Хотя закон определяет конкретно членов семьи – это родители, дети и супруги, и если они проживают вместе. Суд может признать ребенка и его мать не членами одной семьи при условии раздельного проживания. Другие родственники также могут быть признаны не членами семьи в случае, если были вселенным нанимателем в качестве члена семьи и там больше не проживали. Любое отсутствие на территории по месту жительства прекращает, расторгает автоматически договор социального найма. Но здесь есть определенные нюансы. Вот вам нужно определиться, кто является, например, прописанным в комнате, но не проживает фактически там. Если супруги разошлись, но продолжают жить в муниципальном жилье, они не могут просить ни через суд, ни через наймодателя, чтобы произвели раздел договора социального найма. И, к примеру, выделили супруге одну комнату, а супругу другую. Это изначально проигрышный вариант. Если нет интереса в использовании этого жилья, то лучше сняться с учета, потому что вы выехали в другое жилье на постоянное место жительства добровольно. В этом случае автоматически расторгнет договор социального найма. Если вы временно выехали, то надо обращаться в коммунальные службы для перерасчета, что вы оплачиваете услуги в другом месте, но в этом случае тоже есть риск. Если вы будете постоянно обращаться, то наймодатель обратится в суд с иском о признании вас утратившим право пользования в жилом помещении, в связи с тем, что вы выехали добровольно, не проживаете и не имеете необходимости в этом жилье. Поэтому либо оплачивайте, если вы нуждаетесь в этом жилье, либо тогда решается вопрос о выселении, чтобы на вас не насчитывались, допустим, коммунальные платежи. Что касается добровольного и недобровольного выезда, если вы расторгли брак, супруг остался проживать в муниципальном жилье, а вы уехали, сам по себе расторгнутый брак не подтверждает вынужденного выселения, необходимо выполнить несколько действий. Необходимо, во-первых, направить письма либо телеграммы супругу, чтобы обеспечил доступ в жилое помещение. Тогда в этом случае, если вам не обеспечивают доступ, у вас есть препятствие в пользовании, и вы не будете считаться выехавшими добровольно. Если, например, обращаются в полицию также, что препятствует доступ, обращаются в суд с иском о разделе оплаты, об определении доли в оплате за комнату. То есть любые действия, так или иначе подтверждающие, что вы являетесь пользователем данной комнаты, и вы хотите там проживать, просто вы вынуждены оттуда были выехать, они подтверждают отсутствие добровольного выезда с данного жилого помещения, и, соответственно, отсутствие расторжения договора социального найма. Если вы проживали, но являетесь гражданской супругой, то вы через суд можете признать себя членом семьи нанимателя. Но в этом случае будет учитываться, сколько вы прожили вместе, имеется ли у вас какое-то другое жилье, вселялись ли вы туда, как член семьи. Если у вас возникли вопросы, пишите и звоните нам, мы найдем компетентного специалиста. До встречи в эфире и на официальном сайте телерадиокомпании «Губерния».